Прежде всего, я бы хотел поблагодарить вас, организаторов, за такую возможность, как сегодняшнее мероприятие, возможность мне дать выступить здесь. Марина Третьяк и, конечно, Евгений, с которым мы работаем уже порядка 10 лет вместе. В нашей работе мы в клинических и генетических наследственных исследованиях о наследственного рака груди и рака яичников. И мы работаем с Алла-Париб. Вот наш список наших коллег, с которыми мы работаем. И то, что я хочу вам сегодня рассказать, это результат работы очень большой группы специалистов, которые сотрудничали долгое время. Каким образом мы можем определить наследственный рак груди? Есть несколько определений, но вот это то, которое мы используем здесь на слайде. Это та ситуация, когда у вас есть рак груди, который случается у моногенической доминанта, если она изменяется, и в высокой проницательности более чем 30% жизненного цикла подвергается риску рака груди. А какова ситуация с этим? Есть огромное количество генов, которые мы рассматриваем и которые используются при диагнозе, при увеличенной предрасположенности рака груди. Но на самом деле, мне кажется о том, что это достаточно короткий список, который используется в клинической практике, потому что во всех этих ситуациях, вы знаете, мы можем предложить пациенту хоть что-то, что может изменить ситуацию их предрасположенности к раку груди. И таким образом, BRC1, BRC2, и по всему миру, мне кажется, у нас приметно где-то 0,5% женщин, которые имеют мутацию BRC1. И поэтому для России, может быть, немножко где-то примерно 500 тысяч человек, для Польши где-то 100 тысяч женщин могут иметь мутацию BRC1. BRC2 в большей степени зависит тоже от населения. И в Польше это не так часто встречается. Палбит-2 это ген, который, если мутируется, то он ассоциируется с крайне агрессивной формой опухоли. И если вы не обнаружите их на меньше, чем 2-сантиметровой опухоли, не уловите на этом, то выжимаемость только 30%. Это они очень-очень агрессивные, эти формы. Но они в два раза реже встречаются, чем BRC1. Чек-2 мутации в два раза больше чаще встречаются. И они ведут к примерно где-то 1% женского населения и имеет его, в том числе и в Польше, но, наверное, в России примерно такой же процент. Это достаточно часто встречающийся ген. Он достаточно высокорисковый. И если он взаимодействует и какие-то с другими модифицирующими временами, и у вас есть положительная семейная история, и если мы проверяем, то без сомнения, что у женщин, которые имеют семейных историй, у них где-то порядка в 5 раз выше степень риска, это рак яичника, то есть это наиболее часто встречающаяся мутация, которая ведет к вот этой вот, те, которые сейчас перечислил. Но у нас есть и серии, которые гораздо реже встречаются. Это такие, как TP53. Он гораздо реже встречается. Однако для определенной категории людей это очень важно, критически важно быть диагностированным вовремя. Ну, например, если у вас есть, например, пациенты с раком груди, и 10% из них является на TP53, и они не могут проходить радиотерапию, потому что вы убьете этих людей просто на рост, они крайне являются чувствительными к рентгенским лучам, и их нельзя лечить радиотерапию. АСТК-1, это не очень важно. АСТК-1 является еще одним очень драматической ситуацией, к счастью, очень редко встречающимся, но, однако, более 50% риск рака поджелудочной железы и брест. ПНТ очень редко, CDH1. Мы не... У нас нет ни одного случая зарегистрированного за последние 25 лет в Польше носителя CDH1, но это очень хорошо известно о том, что он существует в мире, в некоторых частях мира, и он ассоциируется в основном с высоким риском как рака груди, так и вариантов рака яичников. То есть надо знать об этом, иметь в виду синдромы, особенно для каких-то определенных семей, которые подвержены этому. И это очень важно для спасения жизни людей, для диагностирования. Без сомнения, конечно, о том, что мы найдем еще больше генов, которые несут, соответственно, за наследственный рак груди. Мы очень активно занимаемся поиском этого. Но прогресс, скажем так, ну, честно скажем, очень медленно мы продвигаемся в этом направлении. Это очень полезно в результате этих условий. И мы пытаемся найти эти новые гены в генетически гомогенном населении. И мы в... Польша достаточно большая сторона, но генетически достаточно однородная. А и вот примеры сотрудничества с французскими и канадскими семьями, французской Канады, где также является достаточно однородное генетическое население. И мы нашли новый джин, который... Реквелл, который несет 10 раз более часто ТЛСИ-1 мутации. Однако, опять-таки, это... У нас есть... Один в Польше был найден, один в французской Канаде. И это все в публикациях есть. Итак, в ближайшем будущем мы ожидаем тому, что мы идентифицируем серию новых генов, которые связаны с высоким риском рака, но с очень маленьким процентом злокачественных опусей. То есть это значит, что мы не очень эффективно занимаемся поиском. А в настоящее время мутации наследственного рака груди присутствуют где-то примерно в более чем в 5% случаев рака груди и в 50% пациентов, которые имели предыдущую с отрицательной историей рака груди. Это очень важно. Если вы принимаете... То есть вы должны сказать о том, что ничто не может заменить тестирование ДНК. То есть семейная история – это один способ идентифицирования наследственного рака груди. Но ДНК тестирование дает нам информацию, которую ничем нельзя заменить. Она очень важная. Что мы делаем в настоящее время в этом тестировании методологии? В настоящее время это очень популярно использовать панели NGS. Ну, реальная стоимость этого где-то порядка 300 американских долларов. И в практике это означает, что вы можете использовать это не для скрининга населения, но для определенных выделенных семей это может быть сделано. У нас есть другая опция еще. Мы можем... За 20 лет мы уже делаем в Польше... У нас есть три доминирующих мутации, которые есть в Польше и в других славянских народах. И Евгений говорил об этом. это у нас есть специальная система для того, чтобы быстро, просто и дешево найти мутации. Это вот почему, например, в нашем центре у нас порядка 7 тысяч человек были продиагностированы и выявлены. И, наверное, это самое большое количество диагностированных людей в мире. Потому что мы теряем чувствительность. Но это эффективность и стоимость этого метода чрезвычайно высока. Ну и, наконец, мы работаем в настоящее время над дешевым... над... вернее, например, собираем в базу данных мутаций. И для того, чтобы получить ответ на диагностирование, чем быстрее, тем лучше. Потому что чем раньше мы прогнестируем, тем более эффективно с лечением. мы предлагаем различные способы лечения. Лечение зависит от... Лечение женщин зависит от того, является ли женщина носителем такого мутирующего гена или нет. Это определяет ход лечения. И позвольте вам показать вам просуммированные какие-то практические аспекты генетически онкологических корреляций и как это на практике все делается. Ну, прежде всего, разведка, скажем так. Если вы являетесь носителем BRCA1, есть очень низкий шанс, небольшой шанс, о том, что ранний рак груди будет обнаружен при помощи ультразвукового исследования груди. меньше, чем 30%. Это то же самое, мамограмма, мамография и более высокие часты при МРТ. И однако это несколько раз более дорого, чем мамография. Однако обнаружение маленьких ополей 90%, а мамография только 40%. Таким образом, мы видим это о том, что это везде, по всему миру, если вы организуете исследование для нахождения тех, у кого есть предрасположен к этому виде рака, то это, конечно, должно быть МРТ, потому что это единственный способ надежного определения рака на ранней стадии. и все и все равно вы должны принять то, что то, что клиническую картину БРС-1. Даже если вы обнаружите самую маленькую опухоль, меньше, чем один сантиметр в размере, несколько миллиметров даже, то в 15%, то к тому времени, когда диагноз уже будет это маленькое выполнение, уже будут метастазы в вспомогательные лимфоузлы, которые ассоциируются с очень высоким риском смертности на протяжении следующих 10 лет. Это в 4 раза увеличивает риск смертности. Вот почему превентивная мастектомия должна быть рассмотрена для тех, кто является носителем БРС-1. Превентивная мастектомия снижает риск заболеваний с инструкцией груди. Возможно, возможно, для носителей БРС-2 было бы лучше для того, чтобы, вот посмотрите, уровень выживаемости здесь порядка 100% на протяжении 10 лет. Это одно исследование из Англии. И возможно быть на сектотомии нет необходимости для носителей БРС-2. Можно найти другие опции. профилактика. Это очень большая проблема современного общества. Это очень большое количество женщин используется оральными контрацептивами. и очень четко доказано о том, что для тех, кто является носителем БРС-1 гена, и для них это увеличивает риск рака груди. это уже доказано. У нас есть исследования, международные исследования, которые были организованы специалистами из Торонто, и вы видите здесь о том, что очень важно не использовать оральные контрацептивы в том случае, если вы моложе 25 лет. здесь у вас есть данные носитель БРС-1 носители, которые использовали оральные контрацептивы в возрасте моложе 25 лет, и вот видите 50% риск того, что они будут заболеют рак груди у них будет. А посмотрите вот эти графики достаточно четко показывают достаточно плохие последствия такого рода принятия контрацептивов. Есть надежда. Это вот, собственно говоря, итог нашего исследования. Ну, мы кое-что еще тут не опубликовали, поэтому я не показываю. Вот есть взаимодействие между микронутриентами в крови и риском раков, в том числе и рака груди, и рака яичников, и в том числе и носителей БРС-1, носителей, которые, женщины, которые моложе 51 года. и вы видите о том, что если уровень мышьяка, например, вот, меньше вот этого уровня, то, видите, если уровень кадмий, например, достаточно низкий, меньше 0,32, то, соответственно, низкий уровень заболеваемости раком, и селен, то же самое. Посмотрите, похоже на то, что есть очень неожиданная, но очень сильная корреляция между риском рака для носителей БРС-1 и параметрами микроэлементов в нашем питании. еще раз, если мышьяк и неол, но и кадми и селениум достаточно низкий, то у вас только один случай рака 233 не тех неносителей БРС-1 и вы видите, посмотрите, какие у вас показатели в результате согласно этим показателям только 43% БРС-1 носителей в Польше имеют высокий риск заболеваемости раком. Можем ли мы изменить диету и таким образом исключить этот риск путем изменения диеты среди носителей БРС-1. То есть у нас очень большая надежда на то, чтобы эта проблема может быть решена, которая просто может быть решена изменением диеты. и очень важно согласно нашим данным это результаты, которые касаются мужика очень важно суметь реплицирование в случае когорты большого количества женщин БРС-1 БРС-1 мы изучали исследовали детекции БРС-1 и смотрите, если уровень мышья низкий, то рака нет. и почти 100, но тогда, когда вы практически интоксицированы мышьяком, но а уровень мышьяка в теле это следствие диеты речь идет о том, какие химические элементы используются в сельском хозяйстве для защиты растений давайте вернемся к вопросу связанному с профилактикой предотвращения мы говорили о вопросах в превентивной хирургии в случае рака груди и рака яичников еще хуже если БРС-1 в случае носителя внутривагинальный ультразвук и таксис то меньше десяти процентов возможности у засечь опасность причем потому что в основном и в фаллопиевых трубках потом в яичниках перетониуме то есть серьезные раки опять-таки международные исследования связанные с влиянием о фарактомии на распространенности рака и смертности в женщинах с БРС-1 и БРС-2 и вот видите большой скачок в риске рака яичников сорокалетним если у вас БРС-2 то то же самое наблюдается через десять на десять лет позже другими словами вот превентивная одноксотомия необходимо предоставлять ранее ассоциирую афрактомия она связана с пятикратным снижением риска и рака яичников но смертность от всех причин снижается на семьдесят семь процентов другими словами практически нормальная ожидаемая продолжительность жизни в них наблюдается и необходимо мне тут правильно будет подчеркнуть что интенсивность побочных эффектов очень низкая потому что после превентивной афрактомии после пятидесяти поддержка проводится с помощью гормонозамещающей терапии другими словами качество жизни не так значительно изменяется ну а теперь резюме того чего можно предложить для превентивных целей я сказал оральные контрацептивы нет если вам меньше двадцати пяти да если вам более тридцати потому что если вы носитель BRC1 и вам более тридцати лет то использование оральных контрацептивов снижает на пятьдесят процентов риски и рака яичников не влияя на риск рак грудной клетки микронутриенты так далее почему потому что сильно сыр копление грудью снижение риска рака груди задержка менструальных циклов незначительно снижение лигирование трубок снижает риск и рак яичников адноксектомия снижает риск естественно и рак яичников но также и рака груди среди носителей BRC2 носителей тамоксифен показывает что снижает риск рака груди среди носителей BRC1 подверженным этой опухоли и мастектомии снижение на уровне 1% ну а сейчас мы с вами переходим к последней части того что мы как минимум клинически можем сказать об этой в ходе этой конференции это результаты исследования результаты исследования 3500 не селективно отобранных пациентов рака груди менее 50 лет более чем из десяти региональных центров работающих с наследственным раком груди и если посмотреть десятилетнюю выживаемость то более сильные изменения мы отмечаем после афарактами вместо единички мы видим 0,58% другими словами что более 40% на более 40% снижение риск на десятилетнем периоде тамоксифен работает но медленнее химиотерапия без без таргетированного использования вообще не эффективна в случае BRC1 эффект еще сильнее но тут начинает отмечается что химиотерапия полезна начинает работать но афарактами еще более значима на 70% другими словами это очень важно не следует забывать о превентивной афарактамии в случае пациентов рака груди с мутацией BRC1 ну а вот вот здесь вот один в один бьется с тем что вы говорили о системах репарации днк 2006 года мы реализуем клиническое исследование используется сплотин парп инхибиторы ингибиторы в эти дни мы не используем но данные о раке груди очень хорошо бьется с тем что соответствующий в случае носителей BRC1 очень чувствительны с нацист плотин абсолютно индифферентно к тому что делали а среди плотинов самая высокая чувствительность как раз нацист плотин вот почему мы используем вот это старый медикамент лекарство стоит там очень очень дешевый там 5 евро за большой объем соответственно никаких ограничений по использованию единственная проблема заключалась в том чтобы найти собрать таких пациентов днк тестирование мутации классические для славян и вот это единственное клиническое исследование во всем мире проведенное относительно ци сплотина с 10-летней вживаемостью во первых результаты новой одевантной терапии результаты лечения которые проводятся до хирургии те опухоли были слишком большие для того чтобы изначально с ними работать хирургически поэтому сначала они получали воздействие химотерапическое вот наши серии 23 кейсов здесь контроли видите патологическая полная ремиссия почти 50 случаев каждый второй каждый опухоль полностью исчезала все из них как минимум частично ремиссия видите в контрольной группе 10 процентов ремиссии полные то есть 10 процентов соответственно в новосибирске до данных рассказал никакого особого энтузиазма в этих аспектах не услышал аудитория надеюсь что сегодня будет по-другому особенно потому что у нас данных то больше вот здесь пожалуйста публикации конца 2017 года вот пожалуйста посмотрите на 10-летняя выживаемость в подгруппе пациентов которые получали цесплатины и другие неодевантные схемы смотрите увидите почувствуйте разницу вот это мне больше всего нравится вот здесь у вас 86 женщин по-другому надо сказать среди тех кто консекутивных неселективных пациентов с раком груди с мутацией БРЦ1 если вы используете лечение вы отмечаете полностью ремиссии патологии в семидесяти процентов случаев то есть опухоли исчезают включая и малые опухоли вот почему результаты это лучше то есть понятно что я вам показывал только крупные опухоли но в клиническом исследовании мы все последовательные 70 процентов полная ремь и десятилетняя выживаемость смотрите почти 10 процентов и только два из этих 86 умерли один от рака легких другая действительно от рака груди замечательные результаты 30 процентов частично или без реакции тут еще проблема то есть мы еще не знаем что с этим делать но 70 процентов женщин однозначно отмечается исцеление из лечения от рака груди всего лишь используется цисплатин теперь если использовать и то и другое цисплатин плюс цисплатин и превентивная афрактомия десятилетняя выживаемость 95 процентов если ничего не используете ни цисплатин ни аднексактомию десятилетняя выживаемость 65 процентов видите простой протокол и неожиданная поразительная эффективность и значимая разница вот здесь вот все восхищаются аллопарибом анапарибом и лечением но смотрите все из них умирают с определенной вероятностью в течение чего двух лет другими словами с незначительно улучшенной выживание эти пациенты явно не излечены но мы согласны что цисплатин и плотины в целом и пар ингибиторы они все это эффективные лекарства возможно их необходимо правильным образом комбинировать ну и в случае рака яичника вы используете пар ингибиторы при условии что данные опухоли чувствительны на плотины к плотинам очень важное обнаружение BRCA в некоторых опухолях имеется молекулярные подписи характеристики терны для BRCA1 и BRCA2 есть данные что молекулярная подпись может сигнатура может находиться приблизительно 20% пациентов с раком молочной железы возможно это то есть плотины можно быть использованы эффективно в лечении дополнительно порядка 20 с лишним 30 процентов усилия по персонализации лечения основанные на конституциональном фоне видите в случае BRCA1 это лучший пример вот почему мы эти данные можем показать очень похожие данные также в скором времени по подгруппам будут доступны в завершении опять таки нечто простое удивительное вот это исследование и опубликованные более по более чем 500 консеквативно невыборочным образом собраны пациентом исследуем пятилетнее выживание по уровню сероселена характеристик в чем характеристичность данной линии то есть это пациенты с самым низким уровнем серого селена в три раза ниже смертность за период пяти летние эти данные также не только в случае рака молочной железы но и других подгруппах ларингеальных раках ну смотрите низкий уровень селена 61 смерть ажи 32 выжили а в случае высокого 15 79 выживших почти в 10 разница в мульти в приятном логистической регрессии при таком анализе то есть сильные корреляции если посмотрим на механизм то селена очень сильная окистительная реакция влияет окистительная восстановительная реакция ну и соответственно вывод невозможно рак молочной железы лечить правильным образом бесплатного тестирования на мутации germline hbc в недалеком будущем соматические изменения нужно будет рутинно исследовать мутационные сигнатуры тестирование hbc генов рекомендуется всем женщинам даже если наследственно негативные можете быть носителем и уровни микронутриентов также нужно держать под контролем большое спасибо нет ли вопросов со стороны аудитории большое спасибо за презентацию у меня один комментарий один вопрос очень замечательно хорошо быть знакомыми с сигнатурой с маркировкой тех или других раков давайте о другом типе раков рак легких связан с курением количество гулящих снижается лагодемокарцинома который карцинома легких которая напрямую не связана с курением возрастает значительно во вторых вы говорите об оральных контрацептивах это проблема на самом деле очень серьезная но за последние десять лет даже не так давно у нас была встреча с эпидемиологами в швеции это и там все еще дискутируется количество девочек молодого поколения использует эти оральные контрацептивы все больше и больше и больше и соответственно вопрос что мы можем сделать для того чтобы убедить их или заменить их для того чтобы снизить количество такого рака следовательно ответить да ну во первых молекулярные сигнатуры как вы сказали явно говорят о том что растущее количество результатов показывает что если ваша процедура таргетирована то выживаемость дольше это то направление в котором вы естественно двигаетесь я глубоко верю в то что особенно особенно это важно подобное лечение такое воздействие было соответственно с самого начала это было конституциональным изменением вот почему так важно случается плотина вот почему соответственно 10-летняя выживаемость у нас такая хорошая а вот говоря о культуре изменениях это понятно это серьезная проблема я согласен ну смотрите люди перестали курить меньше алкоголя сейчас потребляют ведь так много каких-то других подходов худшее это не осознавать о том где мы находимся и уж тогда тогда у нас есть возможность принимать решение самим это понятно наш выбор но мы же не можем все сувать под ковер вот я что думаю если позволите я хотел бы задать вопрос в ходе лекции вы говорили о женщинах с мутацией BRCA но ведь есть и мужчины у которых есть мутация BRCA у которых также может развиваться рак как и груди так и простаты и вы показывали методы там что да ну иссечение органов к мужчинам неприменимо соответственно что известно относительно предотвращения развития и излечения рака с мутацией в случае мужчин да это еще под знаком вопроса BRCA 1 на самом деле повышает риск рака у мужчин возможно рак панкреатический но не но не нас простаты но не настолько высок потому что с агрессивным раком простаты ассоциируется соответствующий BRC2 но с другой стороны необходимо отметить что мы еще не на той стадии когда у нас достаточно данных для того чтобы думать о превентивной хирургии мечтать конечно хотелось бы мне что мы сможем получить некую модификацию проникновение экспрессии BRCA 1 и 2 вот вот элементы которые я показывал особенно микронутриенты в основном они покрывают что возможно с помощью них можно будет покрыть эту проблему почему нет если позвольте еще один вопрос вопрос вам и возможно также и Ольге Лаврек в чем основная разница между цесплатином и парк ингибиторов потому что они демонстрируют кросс сопротивляемость в виде восстановления соответствующей функции но не настолько энтузиазм испытывают относительно комбинирования как вы сказали потому что клинические исследования показывают отрицательные результаты то есть нет даже аддитивного эффекта явно то есть а в чем какова мотивация для развития парк ингибиторов с евгений в 30 процентах это реальные данные которые может быть не настолько популярны потому что они ассоциируются с бизнес интересами извините 5 евро это не бизнес ни для кого ну за исключением пациентов конечно ну и для а если вы хотите для спасения жизни но 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 есть 30 процентов 30 процентов пациентов которые не не реагируют на такие методы и у нас есть планы изучить на молекулярном уровне в деталях все вот эти вот молекулярные открытия которые у нас есть находки для подгрупп для различных категорий рака и которые являются резистивными проверять резистивное поведение и это вопрос чувствительности к различным типам лекарств то есть великая цель конечно это достичь полной патологической ремиссии в наиболее высоким процентом у всех пациентов я согласна с этим ответом я бы хотел чуть-чуть расширить этот разговор действие этих ингибиторов это ингибиторы и они стабилизируют этот механизм до сих пор изучаются и в настоящее время опубликованы были статьи о специфичности парпа который стабилизируется в результате специфического разрушения дн и это было сделано криспором каспием это исследование и до сих пор непонятно полностью каким образом этот механизм работает но цисплатиум он повреждает днк и может быть удален при помощи механизма кросслинкинга но лопарип это ингибитор парп вот наверное поэтому состав очень важен и вы говорили о некоторых что часть пациентов является очень резистивными платинов и было бы очень интересно проследить работу системы восстановления днк каким образом работает этот препарат но по крайней мере на клеточном уровне у этих пациентов это очень важно да 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 конечно это необходимо изучить изучать дальше последний вопрос большое спасибо за отличную презентацию мне очень простой вопрос как я вас правильно понял вы пытаетесь найти взаимосвязь между отдельными какими-то загрязнениями и ионами и проявлением опухоли а каковы нормальные концентрации этот вайлс как как вы знаете каким образом вы приспосабливаете вот этот эффект который вам должен быть и как вы соотносите это с концентрацией да 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 совершенно точно и и и и и и возможно эта группа отобранная которая была больше но мы просто сейчас проводим в догонку исследование смотрим что происходит да да точно это пока неизвестно люди повторяют что такая такая-то концентрация ассоциирован с таким-то болезнью нет 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 это неправильно это не соответствует того что мы здесь показали нет ну спасибо большого